В Уральске начались отчетные мероприятия этнокультурных объединений области, посвященные 25-летнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана. Каждый концерт – это уникальные вокальные, хореографические традиции разных народностей, проживающих при Урале. На праздничных концертах побывала и наша съемочная группа. Татарскому этнокультурному объединению области 28 лет, образованное вместе с обретением независимости, объединение все эти годы вносит свою лепту в развитие и процветание родного края. В праздничном мероприятии приняли участие члены областной ассамблеи народа Казахстана, специально приглашенные гости – молодежь и ветераны объединения. На торжественном мероприятии руководитель Татарского этнокультурного центра Флюра Меликеева и активисты объединений были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. У нас есть активисты, у нас есть преподаватели, заслуженные учителя. У нас очень много можно говорить. Самое главное наше достоинство – это музей Габдала Тукая, которым мы гордимся. И хочу сказать, что у нас тесная связь с Всемирным конгрессом Татар. Постоянно с Казани приезжают к нам гости. Провели мы два раза республикации Сабантуй с участием Мениханова Рустама Нургалевича. Красочную концертную программу организовали представители Украинского этнокультурного центра. Объединение ежегодно активно принимает участие в культурной и общественной жизни региона. За минувший год центром было проведено 27 тематических концертных программ. Как отметил председатель Украинского этнокультурного центра, 25-летие Ассамблеи народа Казахстана стало важным событием в жизни всех казахстанцев. В нашем обществе есть о чем сказать. За год проведено только концертных выступлений 27. Были встречи с учащимися учебных заведений, воинами войсковых частей, подразделениями МЧС. Принимали участие в многочисленных круглых столах, конференциях, встречах, беседах, где обсуждалась текущая национальная культурная политика в нашей республике. В Доме дружбы прошла концертная программа еврейского этнокультурного объединения, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. В объединении насчитывается около 700 человек. Многие из них принимают активное участие в общественной жизни диаспоры и Ассамблеи, как считают представители центра, что все народности страны объединяют общие цели. В первую очередь это любовь к родине, сохранение мира и согласия в стране. Ведь при встрече и прощании евреев всего мира говорят друг другу шалом, тем самым желают друг другу мира и согласия.